МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он с легкостью сменяет чувственность со строгыми формами, классику с экспериментами, минималистку, рок-музыку с авангардом. Он написал десятки партитур и около ста саундтреков. Ну а его работа к фильму Валерия Ткаровского «Страна глухих» в конце 90-х просто перевернула музыкальную жизнь нашей страны. Ну а сегодня в гостях программы интервью с известный композитор, скрипач, сын народного поэта Чуваши Геннадия Айги, Алексей Айги. Алексей Геннадьевич, здравствуйте. Ну а сегодня вы снова на родине своего отца, нашего народного поэта Чуваши Геннадия Айги. Вы бываете здесь не так часто. Конечно, последний раз приезжали в декабре. До этого 6 лет вас здесь не было. Расскажите, пожалуйста, как вообще находите время посетить родную республику и хочется ли приезжать к нам? Да, конечно, хочется. Мы были очень довольны последним концертом в декабре. Он прошел здесь же, в Тюзи. И музыканты были, и я тоже, очень довольны приемом. Концерт был удачный. Когда нам сказали, давайте что-нибудь организуем, я сказал, да, конечно, давайте что-нибудь попробуем. И так совпало, что вот нас звали и на Чебоксарский кинофестиваль, и библиотека национальная нас звала. И мы смогли это все с большим-большим трудом, потому что у актеров свои планы, они все снимаются активно. И мы смогли вот два дня подряд поставить, и вот приехать на целых два дня. Все равно это слишком мало, потому что мы хотели и на Волгу там сходить. Кто-то успел погулять, кто-то не успел. Но до этого, конечно, очень давно не были. И очень рады, что мы сейчас зачастили. И будем надеяться, что будем чаще. Мы-то как рады, что вы зачастили. Вместе с группой «Ансамбль 4.33» вы активно путешествуете, активно ездите по гастролям и в России, и в другие страны. Коллективу уже 27 лет. Вот расскажите, пожалуйста, как появился «Ансамбль»? Как вы его организовали? Так как он появился аж в 94-м году, я уже точно и не помню. Понятно, что сейчас мы ездим гораздо меньше из-за пандемии. В общем, в зарубеж мы уже не ездили какое-то время. Но в России мы выступали в прошлом году в Оренбурге, и в Чебоксарах, и в Ярославле, и в Москве, в Санкт-Петербург, понятное дело. В 94-м году, в общем, я был молодой музыкант, который просто хотел играть музыку. В общем, свою я еще мало очень писал. Я интересовался американским минимализмом, ну и российскими композиторами, которые пишут в этой стилистике. И, в общем, просто собирал друзей, которые были готовы что-то поиграть. И, ну, в общем, на первый концерт просто вот собрали буквально всех, кто мог. Ноты друзья какие-то нашли, что-то я там написал. Ну и, в общем, концерт состоялся. И после концерта уже, понятно, кто-то ушел сразу, сказал, что ему неинтересно, кто-то остался. Потом стали, кто-то приходил, кто-то уходил. Ну и, в общем, потом... Довольно долго мы играем уже все вместе, вот, да. Ну, с тромбонистом мы играем все 27 лет. У вас очень интересное название ансамбля «4.33». Такая отсылка на композицию Джона Кейджа. Такой квадрат Малевича в музыке. Как так получилось, что вот именно такое название вас привлекло? Ну, я вообще искал название, но найти никак не мог. И наш знакомый музыкальный критик Дмитрий Ухов, он сказал, у меня есть для вас название. Я говорю, ну, какое? Он говорит, вот «4.33». И мы так, о, как это удачно. Потому что, в общем, это такой символ современного искусства, новых горизонтов музыки. Поэтому мы далеко очень от Кейджа ушли. И это совершенно не тишина 4 минуты, а очень громкой музыки. Но название осталось, как бы уже ему 27 лет, и как бы все уже к нему привыкли. Ну, вот так и живем. Львиную долю композиции, репертуара написали вы сами. Я читала об этом. Вот откуда черпаете вдохновение? Ну, вообще, я всю практически музыку написал. Иногда, очень редко мы играем по каким-то случаям чужую музыку. Вдохновение. Ну, знаете, оно вообще отовсюду приходит. Вот надо просто ниоткуда. То есть ты спишь, у тебя в голове начинает там звучать музыка. И ты пытаешься проснуться, записать. Просыпаете, прям записываете, да? Да, бывает. Но обычно я ничего не понимаю, это все уходит. Очень много музыки пишется по заказу. Тут уже вдохновение, как бы, ну, есть оно или нет. Ну, в общем, тут надо сесть и работать. Ну, надо сказать, что, в общем, вдохновение приходит к работящим, а не к ленивым. Поэтому если ничего не делать, то вдохновение не появляется. Поэтому надо, в общем, желательно ежедневно работать, пытаться что-то писать. И тогда, как бы, мозг, душа, что-то... Я не знаю, чем пишется музыка. Оно тренируется. И, как бы, вот что-то появляется, какая-то музыка. Ну, вообще могут все, что угодно дать. Какие-то... Вот там кто-нибудь там стучит по барабанам, тихо-очень, тун-тун-тун-тун. А у меня в голове это потом останется. И я начну придумать музыку. Или там какой-то звук. Ну, в общем, да. Когда я пишу кино, то, как бы, я смотрю на картинку, на экран, что там делают актеры, разговоры, и музыка, она тоже сама появляется. Иногда я могу просто что-то наигрывать, там, на фортепиано, и тоже, как бы, вот, импровизировать музыку приходит. Ну, в общем, миллион способов. Говоря о вашей группе, хоть невозможно не затронуть тему, говорят, что вы славитесь такой импровизацией, вашей группой в том числе. Наверное, много интересных случаев было на концертах. Ну, вы знаете, нет, это правда, что импровизации довольно много, и я очень люблю слушать, как другие импровизируют музыканты. Ну, у вас было, что у вас музыканты и выходили, и танцевали параллельно с игрой, как-то прям вообще что-то интересное это было. Ну, знаете, настроение бывает разное, музыканты. Иногда кто-то очень мрачный весь концерт, и говорит, не, а я не буду импровизировать, я буду играть, что написано. А другой говорит, а у меня прекрасное настроение сегодня, я буду заниматься вот тем, больше импровизировать. А как вообще подбирали репертуар к выступлению в Чубаксарах? Ну, первый у нас был спектакль «Онегин», соответственно, это музыка, написанная в большинстве своем специально для спектакля. Там есть несколько композиций, используемых из старой музыки. Но это написанная музыка для спектакля, вот, отрепетирована, ну, то есть, как бы такая вот готовая работа. А к концерту, вы знаете, мы, я еще не знаю, чем будем играть сегодня. Сегодня? Да, дело в том, что у нас заболел один музыкант, вот, и мы будем прямо на ходу что-то придумывать, переменять. В общем, это ничего страшного, но жизнь такова, что мы, у нас бывают разные истории. Один раз мы вообще в Гердзе Кёльне играли вчетвером вместо семерых. Почти половина состава. Да, половины не было, и прекрасный был концерт. Вы знаете, когда кого-то не хватает, остальные берут на себя больше нагрузки. Они все стараются и прям так как бы вгрызаются, в общем. Ну, да, ты чувствуешь ответственность, надо и за себя, и за другого парня, в общем, сыграть. Вы известны не только как выдающийся композитор, но и виртуозный скрипач. Расскажите, пожалуйста, как вообще пришли к этому инструменту? Вот говорят, что инструмент выбирает музыкант, или наоборот, вот как у вас было? Про скрипку. Вы знаете, меня мама отвела в 6 лет, мне было учиться на скрипке. Мне кажется, она хотела на фортепиано, но фортепиано стоило в 5 раз дороже в Москве для Советского Союза. А скрипка была дешево. Там, наверное, был выбор скрипки или баян, но мама сказала, ну, конечно, на скрипке. В общем, я не выбирал инструмент, наверное, ну, возможно, скрипка меня выбрала. И, в общем, я как бы с детства учился, и они, ну, вот, родители не музыканты, да, вот. Поэтому, в общем, это довольно был такой сложный путь, потому что у меня есть друзья-музыканты, у которых дети не понимают, почему, что можно не играть на инструментах. То есть они с трех лет уже начинают пытаться играть, и они не знают другой жизни, как, ну, как бы без музыкальных инструментов. Говорят, что с абсолютным слухом играют на скрипке. Да можно с любым играть, но у меня, да, у меня абсолютный слух, его нашли вот в школе. Хотя, в общем, в начале в школе сказали, что данных никаких. Ничего себе! Вот сейчас они локти-то кусают. Да нет, ну, меня взяли, нет, данных никаких, ну, пускай будет играть. А потом как-то я постепенно начал играть. Ну, возможно, я просто, мне было шесть лет, я стеснялся, и как бы, ну, данные, в общем, их можно развивать, да, а потом у меня нашли абсолютный слух, и вот это все, какие-то были там небольшие успехи, в общем. И, в общем, я как бы вот стал скрипачом, как бы, хотя, естественно, не думал об этом. А вот как-то повлияло творчество вашего отца на выбор вашей профессии? Нет, ну, оно, конечно, повлияло в том смысле, что для меня люди искусства – это как бы мой мир, и как бы моя семья, и вот, и все, что связано там с поэзией, с живописью, это все как бы для меня с самого детства меня окружало, и как бы для меня было вот моей как бы средой. Понятно, что после этого, ну, человеку, наверное, легче стать музыкантом или писать музыку, когда вокруг только люди занимаются творчеством, поэзией, живописью, что-то еще. Музыкантов там было немного в кругу, хотя мой отец дружил с музыкантами очень хорошими, там, и Софья Губайдулина, и Ультин Сильвестров, но я их как бы лично не знал, я познакомился уже, когда я там, ну, подрос, ну, с Сильвестровым там лично, вот, ну. А не было ли, например, какого-нибудь желания написать композицию на стихи, может быть, вашего отца? Вы знаете, оно было, и я ее, собственно, написал. Она существует, я написал кантату целую на сто вариаций на темы чувашских, марийских, татарских и так далее песенок. Она до конца не дописана, но, в общем, она уже несколько раз исполнялась в Москве, написана для народного хора и для моей группы, или для оркестра. Ну, это такой произведение, который я буду дописывать, дописывать, что-то добавлять, добавлять, потому что, как бы, оно там минут 40 уже, наверное, будет еще больше. Надеюсь, что в чувашии мы его исполним, но, в общем, это, конечно, технически непросто сделать, его надо заново отрепетировать, потому что мы играли уже много лет достаточно назад. Может быть, когда-нибудь... Ну, надо собрать и привезти сюда человек 30. Ну, мы, конечно, сделаем их, и хочется, может быть, какому-нибудь юбилею. О, было бы здорово. Да. Знаю, что вы многократный лауреат премии «Ника», «Золотой орел», «Белый слон». Особенно хочется отметить номинацию на «Оскар». Вот расскажите, пожалуйста, о своей работе над всем фильмом и над всем... Да, и сегодня же самое. Нет, ну, а номинация на «Оскар» не моя, а фильма, надо сказать. Но все равно вы же в том числе были. Вы помогли помочь восприятию этого фильма через музыку. Ну, я надеюсь, что я помогу. Это тоже есть, конечно. Нет, ну, номинации там на «Нику», «Золотой орел» и так далее, они мои личные, да. А на «Оскар» номинирован был фильм. Это, конечно, я очень этим горжусь. И, в общем, конечно, это такая работа важная для меня. Вообще нравится ли вам работать с фильмами, с саундтреками к фильмам? Да, конечно, я очень люблю это занятие, особенно если это интересная работа. И это каждый раз как бы абсолютно что-то новое, да, потому что нет похожих фильмов. То это драма, то это комедия, то это документальный фильм. И, в общем, вот режиссер Рауль Пек, с которым я работал, я с ним в итоге сделал восемь фильмов. Больше, чем с каким-либо российских режиссеров. И он снял вот этот фильм «I'm not your negro», то есть я там не ваш негр, как бы если перевести правильно на русский, про Джеймса Болдина, американского писателя, который начал писать книгу. Это по неоконченной его книге про трех деятелей антирасистского движения в Америке. Они все были трое как бы убиты. И, в общем, это как бы шире, конечно, понятие, потому что это не только проблемы Америки, и вообще проблемы всего мира, про отношения к другим и так далее. Как нам с этим быть? И, в общем, эта работа была очень важной для США, в первую очередь, но и в других странах ее показывали. И, в общем, это такая как бы интересная вещь. А вот сейчас над чем работаете? Сейчас, ну вот я в прошлом году, у меня было довольно много работы, потом была небольшая пауза, вот зимой. Я работаю сейчас над ним сериалом, я не могу его назвать, потому что он, к сожалению, вот пока ничего нет. И у меня еще два есть предложения, там, по работе, но тоже я вот пока еще как бы ничего не могу сказать. Ну, творческий процесс идет. Да, ну вот тоже скажу, скажу, что я там делаю обработку, ну, такой советской песни народной для фильма «Саша Кота», Александр Кот, режиссер, который снимает сейчас в процессе мутажа фильм «Чук и гек». Вот, ну, наша история советская. Вот я пока сделал это, и, наверное, я там буду писать дальше музыку, но пока еще до этого далеко. То есть я сделал обработку для... в качестве как бы аранжировщика песни для этого фильма. А дальше, ну, посмотрим. Большое спасибо вам за беседу, что нашли время сегодня с нами встретиться. Это было очень здорово. Спасибо вам большое. Спасибо. А я напоминаю, сегодня мы общались с известным композитором, скрипачом, руководителем ансамбля 433 Алексея Майги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова